итак товарищи привет что дуран гонконг часть 13 сегодня 15 февраля 20 14 временно выровать нет на циферблате и пойдем поедем сразу же сразу же сразу же чего ждать оказывается я уже я посмотрю сколько миссии в гонконге я прошел где-то ну меньше половины скажем так хотение половинку где-то прошел уже проблема в том что там есть один персонаж и говорил что знаю что он существует и я просто так мудрился что оказывается к нему реально можно рано прийти так скажем чтоб был но я почему-то очень усердно его избегаю миссии с ним просто не знал на какой миссии теперь ну почти знаю хотелось посмотреть ну чё за фигня то можете его пропустил каким-то образом итак хоп открываем атом охрана мы такие говорим а мы заблудились тишину пустой станции прорезает пронзительный вой сдавший его зверя далеко но это очевидно ненадолго лучше двигаться и двигаться быстро вот тыж ненавижу вознесу служебными собак поторопимся или злые дворняги отгрызут нам уши замечательно спасибо реактор вот они реально надо снайперку кому-то взять айгер кажется была тролль в прошлой части негер по моему звали она же была просто дужкой слабенько как нифига себе с план не слушайте надо кп повышать это что-то вообще жесть какая-то меня бьют и броню купить один фиг попал по двоим чертов с ли грамм выключить ну что за фигня то а ну что-то кощей за дело внезапно нифига себе не значит кстати говоря я здесь их или вижу это их там вижу до кваган жалко но он пофигу закружусь блин так так тупо вообще разыграно тут кстати говоря половина игры пройдены здесь боев был и шиш вот вот сколько боев здесь было вот эта часть вот столько боев я понимаю что как бы я очень много избегаю через убеждения но зараза это просто жесть какая-то не переборщили с этим нереально с этим переборщили значит я что ты едешь Продолжение следует... Можно с ними посражаться, в принципе. Давайте посражаемся. Что случилось со светом? Медшутники из центра обещают, что у нас будет электричество. На этот место руины. Не удивлюсь, если ледские крысы поселились в проводах. Чем быстрее этот день кончится, тем лучше. Да ёлы-тыпалы! Спасибо, игра. Мне вот сюда надо. Ох, хорошо. Давай вот так. Нифига тебе 27 дамага. Гранату забросят. Куда надо. А, я могу только вперёд кинуть. Нормально. Это немножечко странно. Гранату. Демок. Сality. Почему она никого не видит? Что это за бред? Значит трактор всех видел, а она нет Блин, обожаю эту игру Давайте так А сейчас она видит ее По крайней мере, нормально Блин, обожаю эту игру Замедление это не страшно Это тоже не страшно Собаки? Собаки? Это что за фигня вдруг тут? Ох, как вы хорошо встали Просто божественно Блин, обожаю эту игру Блин, обожаю эту игру Супроворство, точность Ауч Тридцать один урон? Пардон, что? Вы там не учумели? С такими дамагами Не, аптечки я трогать не хочу Ну-ка Так, Дункан Извини Мне надо это сделать Она не видит собаку Вот эту, господи С этим графоном Здесь тоже что-то очень не так А, то есть они уже очнулись, да? Нормально Вот эту игру я не знаю что с этой игры не так да елыш ты палыш ну поди уже хоть чем-нибудь не знаю хоть вот этим 47 урону с фланга нормально я тоже тут для меня друг вагон жалко ну блин нафиг это фигню вы 93 шанса попалась игра что ты делаешь что ты делаешь игра господи вон еще здесь есть определенные штуки можно было в принципе до сюда отходить и все было бы думаю хорошо здрасте то есть я подхожу к ним они меня замечать только вплотную и ходит первыми хорошая механика игра очень хорошая механика надо бы он был сразу гасите не красном горели на что подумал вдруг с ними можно поболтать и к там был и 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 Продолжение следует... 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 хорошо долбанула промазал вообще с ближним боем лично пусть сам подходит че за фигня я за укрытие мало хотя укрыть это нулевое практически так стоять мы за остальным зубом пошли окей да ты серьезно что ли ты никого не видишь господи какая чудесная игра она видит самое главное она видит нифига себе она разоплатила изабель ты меня пугаешь да 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 дебафа дебафа а теперь смотри как я умею хоп в команду просто по стену их размазали по стене тонким слоем пошел пошли не пень чего просто давать маячок поиск подемки покидает станцию вы растворяете в толпе просто еще один пассажир едущий из центра в кулун каждой секунды оставшиеся позади оси на гнезду солдат странствующего рыцаря становится все дальше от вас вы поделали запись и похитили gps модуль так что аресу азии придется обвинить в устроенном вами погроме союз красных драконов жаль что не удалось заполучить прототип лазер но союзники важнее вещей особенно в тенях если повезет они скоро смогут вам как-то помочь а это вот это интересно если они действительно это как-то будет сюжете замешано и буду этому очень сильно рад очень сильно не обязательно новый канал чипахи данные образцы ткани эти поговорим с так что я точно хочу сделать вот так сделаем хотя плату забег через серминал вашего компьютера пойдемте получим плату и чтобы у меня настроение нету для шедора но вообще я так уж чтобы до пройти миссию зашел шапот в приложении признаюсь я довольна ваша работа не каждый бегущий тени справился был сделан такого размах отлично сработано луп пишет что и в ящике одно общение но а друг мой у вас все получилось прекрасно получилось я уже использовал полученные с вашей помощью схемы украденные у меня для создания нового корпуса кощея быстро работайте да что же он страхи пепел сигарет на я давно этого ждал наш следующий выход поля боевая эффективность кощея существенно улучшить он станет действительно бессмертным как его сказочный прототип если он будет поврежден он восстанавливается прямо на ваших глазах звучит невероятно скорее бы протестировать в поле я тоже жду не дождусь друг мой он поворачивается обратно к жужжащим механизмом которыми забита его мастерская жадно глядя на их работу я тоже мастерской рактор подозритель тихо и до выступать на решетчатый пол бывшего машина отделениях усиливать звук ваших шагов вернулись друг мой чем могу помочь сегодня мастерской тихо да 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 ночью отдых он затягивается сигарет время подумать о будущем все спланировать не хотите продолжить разговор но боится шире по его крепким острым зубам прибегает блик света сделай его похожим на хищник если хотите признаюсь мне не нравится разговаривать с вами хорошо иметь инструмент для апробации своих идей инструмент для апробации я этим для вас являюсь просто оборот речи простите меня по природе замкнут признаюсь иногда я забываю как правильно говорит с окружающим вы больше чем просто инструмент вы меня равны и мы друзья кощей пытается вперед покачивая верхним конечностями вот движение чужеродный и чуть не менее угрожающий чем обычный рактор смотрит на него и тут отступает снова обращать на вас внимание улыбаясь но хватит пустых разговоров вы хотели о чем-то спросить меня вперед спрашивайте отвечу как смогу вы сказали что иногда забывайте как правильно говорить с окружающим моя психологическая особенность скорее всего когда я о чем-то задумываюсь понимать других становится труднее он улыбается извиняясь ничего лично просто черта характер которые пытаются не афишировать но не всегда получается знаю это чувство иногда это же чувствую себя как с другой планеты и будут забываю как говорить да именно это чувство вы все точно подметили прошлый раз вы намекнули что кащи не просто дрон хочу узнать подробности да я предполагал что вы спросите об этом скажите вы не заметили ничего необычного в каще и за время нашей совместной работы он реагирует на ваше настроение со стороны выглядит странно как будто он животное а не дрон укивает поджимая губы да отличное наблюдение поведение кащея действительно напоминает животное и на это есть причина жду объяснения дрон припадает полу расставь конечности с лезвиями ректор бросать на него взгляд на к нам голову на бок но снова обращается к вам он ведет себя не как дрон потому что он не дрон по крайней мере не в привычном смысле он протез объясните в принципе элементарен думайте о нем какая кибер руки если хотите мы разделены в пространстве но он связан со мной не меньше чем искусственная конечности и носить дождите-ка вы утверждаете что вы всегда подключены к своему дрону сознательно нет подсознательно до между моим мозгом и его процессором происходит постоянный двунаправленный обмен данными когда он делает шаг я чувствую импульс спином мозг когда он убивает и получаю удовлетворение по единая сущность двух телах общность металла и плоти отсюда поподробнее обрабатывает мои первобытные животные импульс он id в структурной модели психики фрейда аналитический аппарат эго и супер эго остается во мне не управляет id и как следующее следствие поведением каще когда мы набеги и управляем кощами не даем у команд атаковать вместо этого я ослабляю контроль и позволяю ему убивать самому ему хочется убивать доминировать купаться в крови если бы такая возможность была ему бы хотелось размножаться то есть если вас убьют кощей сорвется с катушек он щелкает языком не от рук мой конечно нет еще не в состоянии то нам на хранить часть человеческой личности у него просто не хватает память если погибнуть просто отключиться как и обычный дрон возможно однажды я совершенствую его так что часть меня останется жить в нем после гибели плоти но пока мы будем существовать единым в разных телах человек и машина соединены в пробиоз через нервную систему прекрасный первый шаг по человеческому будущему что ж хорошо когда знакомые тебе сумасшедшие ученые на твоей стороне он смехается отлично сказано друг мой это чувство взаимно раз уж мне приходится иметь дело с опасным преступниками я рад называть их друзьями ладно получается настроить дрона обрабатывать ваши разрушительный импульс можно узнать почему он в первую очередь проверка гипотезы если есть и другие преимущества не думаю что вам надо рекламировать преимущество дрона который любит убивать так про секунду Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я тут такое нашел, господа! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Сама возможность перепрограммирования мозга захватывает дух! Да, я потерял всю нижнюю часть тела! Последствия этого семь очевидны! Но в обмен я получил гораздо больше! Усилием воли я могу заставить мозг пережить любое ощущение которое захочу! Я могу дергать за ниточки своего мозга! И могу перепрошивать себя как мне вздумается! Хорошо, вы на половину машины! Причем здесь проблема утери сущности! Разводит рука! Загляните на меня, Керандир! У меня осталось лишь толика сущности, но они страдают от негативных последствий, обычно связанных с ее потерей! Но как? Психологическая особенность! Долгое время считавшаяся болезнью! Теперь я понимаю, что в обществе постгуманизма она является эволюционным преимуществом! Со временем мы преодолеем проблему утери сущности! В этом позаботится естественный отбор! Я живое доказательство тому! Генератор нервного отклика, который мы поставили! Как они работают? Технология похожая на SimSense, но куда более мощная и гибкая! Большинство симов, просматриваемых через урт-чипы, примерно построено вокруг простых нарративов, сдающих контекст зрития! Но если вы отбросите желание убежать от реальности в ваших руках, окажется весьма интересный инструмент! И что вы сделали с этим инструментом? И то и это! Я игрался с несколькими основными нейрохимическими функциями! Например, имитировал процесс возникновения доверительных отношений путем увеличения концентрации окситоцин! Но мне приходится быть осторожным, чтобы не перейти границ! Теперь программировать мозг опасно, как бы не был велик соблазн! Знаете, у кого еще стоят такие импланты? Я знал несколько носителей имплантов! Кажется, все они сошли с ума! Управлять собственную высшую нервную деятельность дано не каждому! Он пожимает плечами! Видимо, им не хватило чего-то, что есть у меня! Осторожней! Ну, блин! А может, вы тоже сошли с ума? Никогда об этом не задумывались? Конечно! Задумывался и отверг эту гипотезу! Его рот искривляется в сухую улыбку! Конечно, я могу быть неправ! Возможно, я сошел с ума! Но тогда почему вы по своей воле общаетесь с сумасшедшим? Все, что вы мне рассказали, непросто переварить! Да, друг мой, я уверен, что непросто! Возможно, вам лучше уйти на некоторое время! Вам надо подумать! У меня еще есть свои планы на вечер! Конечно, вы узнали не все, но подождите до завтра! Конечно, Рактор, поговорим завтра! Хорошо, отдыхай! Какие подробности о Ракторе? Не, я реально... Слушайте, я, наверное, сейчас на Сабнафтику переключусь! Что-то как-то... Что-то как-то мне... О, ЛЖР, ну, что-то пропал куда-то! Мне не удалось пока добыть еще какую-нибудь информацию о Короля Яма! Но вовсе не потому, что я не пытался! Здесь за книгами всю ночь не продают вовсе не так весело, как оно было раньше! Если ты хочешь купить что-нибудь магическое, я могу тебе помочь! Но больше ничего не могу для тебя сделать в данный момент! Ну, мне не нравится вот эта броня! Она мне не нравится! Стоп! Я не купил уже... Стоп! А где на Одета? Вообще, лучше оставлю все как есть! Привет, Веркус! Блин, ну я просто устал в этих лохмотьях! Блин, а та броня, она настолько уродливая, что я не смогу в ней пекать! Хотя... Хотя можно купить что-нибудь другое пока что! Мол, они же не дают какие-то эти преимущества! Можно купить боевую! Ну, просто устал что-то с Шадурана пока что! Надо было... В принципе, миссию хотел до пройти! Броня уру... Да нет, она просто, понимаешь, написано броня мага! Ты ее надеваешь и такое ощущение, что это не броня мага, а... Броня какого-то инженера с самолета! Добро пожаловать в Кирандир! Чем я могу вам помочь? Как идет бизнес? Бизнес растет, как и всегда! Люди любят простые решения, платят за них хорошие деньги! Оружие один из вариантов! Выпивка и наркотика и щупа! Вот почему мы продаем то, что продаем! СНК, он этого не понимает! Он думает, что сможет быть счастливым, будучи каким-нибудь корпоративным рабочим! Я была на той стороне и могу сказать, что это просто более долгий путь к тому, что мы сейчас! И заканчивается алкоголем, а иногда убийствами! По крайней мере, мы честны по поводу этого! Костюм корпоративника РС, вот почему бы не купить! Ну блин, Веркус, вот смотри! Давай, вот я специально для тебя! Ну как-то страшно! Получилось, лол! Да, жесть! Сейчас! Сейчас, Верка, сейчас! Просто, блин, меня задолбали! Убивать уже! Надо броню какую-то купить, иначе это вообще жесть какая-то! Просто она настолько уродливая! А скоро... Я посмотрел все-таки Верку, чтобы определиться, сколько мне проходить еще! Я где-то половину прошел, как... Как я увидел по количеству! Самый интересный Веркус! Гайчу! Я его... Вот у меня просто вот последние три миссии, и в одной из них будет Гайчу! В... 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 В этом акте! Там потом будет смена акта, я не знаю, каким образом она будет осуществлена, но... Я так понимаю, там после какой-то... Будет промежуточная главная миссия... Которая приведет меня к... Трем ОД, так скажем, вместо двух! Ах... Вообще, Сабнафтик это что-то как-то... Блин, я не знаю... Ну, что у меня есть настроение? На Морвен тоже настроение не особо есть, что-то... Что-то РПГ, 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 РПГ... Вот Сабнафтику надо бы... Куда я пришел? Зачем? А! Помнил! Нифига себе! Очень давно я же... Делал... Еще декер опять! А Киндом... Веркус! Вот ты Сабнафтику подарил, терпи! А Киндом Кам будет очень не скоро! Я... Я понял... Веркус! Я понял, в чем меня там коробит графика! Даже не анимация лиц... Анимация лиц... Не, там... Там вообще... Там... Это самый лучший лес, когда-либо сделанный в играх! Серьезно! Все остальные игры... Это неправильные леса! В Киндом Каме лес просто офигителен! Это как небо в сталкере! Небо в сталкере... Это... Лучшее небо из когда-либо сделанных в играх! Но в Киндом Кам... Я... Что-то меня бесит! Как бесил меня Элекс! Я думаю... Чем он меня бесит! И вот тут вот меня ошарашило! Знаешь когда? Когда я видел... По-моему... Как раз на твоем стриме или на чем-то другом... Мол... Там... Одна из... Миссий, я так понимаю... Главных... Когда ты со стражником путешествуешь... Патрулируешь город... Потом сидите в таверне до ночи... И он говорит, иди поза не в колокол! Только возьми с собой факел! И... Типа... Иди с факелом! Ходить без факела ночью нельзя! Отлично! Ты достаешь факел! И тут меня ошарашило! Причем меня бесит графика Kingdom Come! Где тени? 2018 год на дворе! Где тени? Хотя бы одна маленькая тень! Он берет в руку факел! И все персонажи как вампиры! От них не отбрасывается тень! ВТФ! Ну не, игра сама... Хорошая! Мне бы хотелось ее попробовать! Это не... Я не сравниваю так с лексом! Цепь молний! Шаровая молния! Я даже внимание на это не обратил! Ну вот, я... Знаешь, вот... Я просто не понимал! Я думал... Чего-то не достает! Ну... Ладно, анимация лиц... Она, ну... Слегка подзастывшая! Но... Не страшно! Она не была такой бесючей! Если я писал что-то анимации лиц... Я просто... Гиперболизировал! Но меня вот... Просто... Шарах! Так вот прям... Да! Верку я смотрел на двух стримах! Я потом посмотрел на другом стриме! И... Тоже не было теней! Вообще абсолютно! Парочку секунд АФК! Буквально секунд! Тихо 6 не знаю может быть у того и другого стримера были открыть не самый интересный веркус в лесу то тени есть и тени хорошие в лесу not тени от персонажей почему-то вот я не знаю там модельки вот как просто по набросаны на это и освещение не задано и не знаю там и от домов по моему нету теней вообще теней вот просто вот от некоторых объектов нет я не понимаю что это за фигня там вам на скриншотах вот после если посмотреть тени то есть ну вот в том моменте почему-то вот правильно и в некоторых других а вот например скрин без теней реально это что-то мех тень на четыре хода балдеть не спешку кстати по нерфе лео d2 но по моему стоило меньше а д силу воли и плюс один к заклинанию но обалдеть теперь а да я же хотел тебе пусть показать веркус так вот 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 есть вот просто офигительная броня это вот это вот одежда карпа вот давай я просто куплю обе но что сохранился мне пофигу цитры вот эта броня выглядит выглядит офигительно только посмотри на это видимо до тайника надо добежать выглядит офигительно если честно для такой игры как шеда уран и вот вот четыре брони до броня выглядит просто как эндгейм просто контент и сейчас я покажу тебе броню которой брони больше чем у этой притом это полный закрытый плащ под которым могут быть бронежилеты давай вот оп оп и смотри вот вот что вот это за бомж пардон руки оголены какая-то фигня поиски господи что это такое выглядит как я не знаю как уходит который собрался в поход кольцо зла уничтожать в каком-то вулкане веркус у тебя есть вот это блин одеркально конечно пою ладью и арендил в арверниене ладил сам сам корабельный лес валил по нимбертельским по лесам соткал он сам на паруса серебряную полосу стякнул одессе серебрый был и лебедь на носу тут короче полная история средиземья в одной книге да вот такая с очень мелким текстом просто трендец каким мелким чрифтом хоббит или туда и обратно властин колец и и сильмариллион который я не прочитал кстати говоря переводы разные то есть хоббит там кажется у меня вообще сумкинс пардон а нет торбинс сейчас дружеский кольцо да промотаю кстати веркус хочешь забавную вещицу кажется 180 было короче смотри оказываю наглядно называется просто но это уже все замечали просто покажу на этой книге три фильма вот это вот вот это три фильма нормально да я не понимаю ярко зачем переводить фамилии длиннее люди я короче у меня настроение совершенно нету читать сейчас все это на выходных продолжим драган драган пол шадурран пардон шадурран сразу же вы обозвали бульбой сумкинсом сумкину так ну с гонконгом закончим вот так вот стоп да а Продолжение следует...